Мой огонь пошли И, по крайней части, эти церкви, они создают эту атмосферу, поэтому я вот вижу в проходе Николая, пастора, и я хочу ему огромное спасибо сказать за его открытое сердце, потому что то, как человек, стоящий на церкви, ведет церковь, то церковь и есть. И если он открывается для Господа, значит Господь приходит и наполняет это место. Здесь происходит разное мероприятие, и вот уже 13 здесь были пасторские встречи. Вы знаете, я и многие из вас, может быть, кто особенно чуть-чуть больше прожил там и уже видел пробуждение, кто не вырос здесь, тот понимает, что церкви там, Дух Святой там уже много-много-много сделал. Когда приезжаешь в Соединенные Штаты, ты видишь русские церкви лет 20-30, отстающие от того, что Бог вообще сегодня в мире делает. Вот, они живут старыми какими-то идеями, и ты приезжаешь, и порой, как говорится, в Писании тебе некуда голову преклонить с твоим пониманием. Ты как еретик какой-то, про сына Христа. Вот, и я благодарю Бога за то, что есть такие как пастор Николай, пастор Сергей, потому что я начинал служить в другой церкви, потом встретил его, вот, и во истину он стал для меня отцом. Вот, тем более, что с семь недавно, шесть лет назад, я потерял своего земного отца, вот, и для меня, как бы, Сергей восполнил вот этот вот недостаток. Вот, хотя, я благодарю Бога за то, что он меня так научил общаться с собой, что он для меня все и отец в той же степени. Немножко о себе, я закончил музыкальную школу по классу скрипки, я закончил музыкальное училище по классу духовых и ударных инструментов, вот, поэтому Господь готовил меня давно. Я родился в нехистянской семье, я покаялся в 17,5 лет, поэтому мне абсолютно понятен возраст многих из вас, что происходит в вас, и, как бы, и как можно двигаться за Господом в святости. Вот, я очень любил дискотеки, то есть, я был творческим человеком от начала, вот, именно на дискотеке Господь меня нашел, поэтому я сегодня бросаю вызов в разных церквах, где я не бываю, я не стесняюсь, вне зависимости от их динаминационной принадлежности, я говорю, друзья, ну, если вы еще не понимаете, что дискотеки – это место, где Господь может спасать людей, перед вами стоит один из них. И если бы однажды человек не послушал откровения Божьего и не пошел на дискотеку, я бы просто не был бы спасен. Вы бы этому радовались? Люди такие смотрят, такие большие глаза, то есть, как будто бы дискотека, что-то отрицательное, но то же самое время, что человек спасен – это положительно, это хорошо. Странно, конечно, что Бог мог так сделать. Ну, а что, сделал, значит, сделал, а что же мы скажем? Ну, да, как бы приходит вызов, приходит повод для размышлений у людей. И я начал возрастать в Боге, и да, я перестал ходить, ну, не знаю, что я продолжал ходить в дискотеке, я перестал туда ходить, потому что я хочу быть там, где есть Бог. На дискотеке поместительного Бога нет, но там есть люди нуждающиеся в Боге. И, друзья мои, если у вас есть возможность, если вас пригласили, чтобы послужить там, используйте эту возможность. Там ваши соотечественники, там ваши, может быть, друзья, знакомые, которые, может быть, в другой ситуации никогда вас слушать не будут. Когда вы придете там, сделаете что-то для них, они откроются и спасутся, это очень важно. Аллайлуйя. И Бог начал меня двигать дальше. У меня есть очень интересный пример. Может быть, кто-то из вас знает великую Прохамовскую песню. Слава Богу за все даяния, да? Кто знает такую песню? Аллайлуйя. Знаете, кто ее написал? Наталья Прохамовская. Перед вами стоит автор музыки. Я вам объясню почему. Я только покаялся. Мне дали сборник духовных песнопений. Я абсолютно не имел представления, что это такое. И я начал сочинять свою музыку на эти стихи. Потому что церковь наша была новая, пастроность тоже была из покаявшихся людей. И я сочинил однажды песню по вдохновению, которая звучала следующим образом. Слава Богу за все даяния. Слава Богу за все страдания. Слава Богу. И так далее, да? Я приезжаю. Я жил в одном городе, а уже учился музыкальщик в другом. Я приехал туда. Прихожу в собрание, они поют эту песню. Я в шоке. Я говорю, ну вы даете. Я не успел еще ее написать, вы уже поете. Они смотрят на меня с таким же удивлением. Я говорю, Аллах, спустись с небес на землю. Эту песню написали сто лет назад. То есть мелодия один в один. Единственное, что у меня была чуть гармония побогаче, потому что в музыкальном училище я учился. Вообще первые мои впечатления, вот я пришел в церковь, да? Я вообще ничего не понимал, потому что аллилуйя, аминь, я говорю, меня поприветствовали. Я вообще не знал, как отвечать, как что делать, вот. И потом началось пение. Церковь была небольшая, в основном это были бабушки. Можете себе представить, сколько бабушек, столько тональностей, столько мелодий. Еще стихи кое-как они могли единодушно произносить, то есть рыповать. То есть они рыповали по сути вещи. Но что пение это нельзя было назвать. А вот. И слушаем все это, слушаем все это. Конечно же я начал думать, нет, металлика значительно лучше, конечно. И депешмот мне нравится, как бы, как-то все это поинтереснее. Но вы знаете, что-то было внутри, что не оттолкнуло меня от церкви. Не сказало, здесь какие-то такие люди колхозные или еще что-то. Внутри я действительно был рожден свыше. И поэтому я продолжал двигаться в Боге, я продолжал двигаться во всем этом. И степ-бай-степ я развивался, двигался в одной церкви, в другой церкви. Где нужно было я просто участвовал в общем пении, где были группы прославлений, я служил там. В свое время, после музыкального училища, у меня был выбор или пойти в Академию музыки, потому что у меня была рекомендация от профессора Академии. Или мне пастор предложил поступить в Богословский институт. Конечно, я выбрал Богословский институт. Там не было каких-то определенных классов, классификаций. Я его закончил, получил степень бакалавра богословия. И там тоже занимался разными вещами, прославлением в частности. Это тоже мне многому научило. И вот с тех пор, когда началось очень серьезное служение мое, в 96-м году я записал свой первый сольный альбом и так далее, и так далее. И сегодня их у меня пять. Я работал с инструментальными группами, я работал с разными группами прославления. Но все это не важно. Важно то, что все это, что бы я ни делал, учило меня общаться с Бомом. Учило меня слышать его голос. Учило меня двигаться в нем. И когда я его нашел в церковь пастора Сергея, и начал вливаться туда, Господь очень сильно начал использовать всех нас. И знаете, что мне хочется сказать? Хочется в первую очередь сказать, особенно для лидеров прославления, вы и пастор должно быть одно. Это самая главная мысль для лидеров прославления. Если вы по каким-то причинам не понимаете своего пастора, а не дай Бог вы думаете, пастор не сказал, но я буду делать по-своему, поверьте мне, какие бы хорошие мотивы у вас не были, какие бы правильные желания у вас не были, вы не будете успешны. Просто не будете успешны. Залог успеха – это единство, это послушание. И, пожалуйста, никогда не манипулируйте. Но я слушаю Бога, а Он говорит напрямую, я знаю, что я должен делать. Оставьте этот бред. Эти вот такие вот нюансы, абсолютно как бы не связанные с истинным смирением, с истинным послушанием. Это не то совсем. Это плоть, которая берет облик святости, праведности, приходит и говорит, там, бунт, выходи, все это не то. Понимаете? Поэтому, если вы чем-то не согласны в церкви, я вам, вот честно вам скажу, я предлагаю вам другой вариант. Он более болезненный и сложный, но он честный. Выйдите из этой церкви и найдите себе другую. Та, которая ответит в вашем чайнике. Может быть, сегодня я говорю слишком резко, может быть, в данном случае, пастор даже не согласен с этим, я не знаю, честно, я не имел с ним по этому поводу беседы, но имею право сегодня на себя взять такую ответственность, сказать, это просто честнее, чем внутри церкви делать какие-то бунты и баламутить воду. Просто если вы не согласны с чем-то, ну просто выйдите. Если не можете, просто уйдите, может быть, на какое-то время, я не знаю, из служения подумайте, поразмышляйте, надавите. То есть не из церкви уходите, а просто из служения. Возьмите время подумать, что должно быть на каком месте. Это очень важно, потому что очень многие люди, которые рядом со мной были, находились. Ты лишь одно желание, сердце горит всегда, чтоб твой огонь святой не покидал нас никогда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!